Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. Отто Ф. Кернберг. Перевод с английского и научная редакция А. Ф. Ускова. Москва. Независимая фирма «Класс». 1998 год. Предисловие к русскому изданию А. Ф. Ускова. Отто Ф. Кернберг. Один из крупнейших и наиболее известных действующих психоаналитиков. В настоящее время, 1997-1999 года, президент Международной психоаналитической ассоциации. Родился в 1928 году. Детство и юность провел в Латинской Америке. Затем переехал в С.Х. В течение многих десятилетий работает в клинике в качестве врача-психиатра. Параллельно ведет частную психоаналитическую практику. А также активную научную, преподавательскую и административную работу. Отто Кернберг – один из крупнейших специалистов в области тяжелых расстройств личности, лежащих в промежутке между неврозом и психозом, и ставших доступными для психоаналитического лечения, в том числе и благодаря его личным усилиям. Как известно, первоначально психоанализ создавался для лечения неврозов. Хотя, с точки зрения нынешней классификации, некоторые пациенты Фрейда вовсе не были невротиками, а страдали от более тяжелых психических расстройств. По мере накопления клинического опыта и развития теоретических концепций о ранних отношениях ребенка и матери, контрпереносе объектных отношений, аналитической ситуации и т.п., произошло расширение спектра клинического применения психоанализа. В настоящее время психоанализ хорошо оснащен для лечения большей части пациентов, страдающих от преимущественно психологически обусловленной патологии, включая шизофрению, маниакально-депрессивный психоз, психопатии, психосоматические расстройства и т.п. Хотя его эффективность, конечно же, ограничена проблемами мотивации пациентов, их доверия своим психотерапевтам, возможностей сочетания психотерапии с лечением в стационаре, а также такими прозаическими вопросами, как дороговизна и длительность психоаналитического лечения. Кроме того, необходимо помнить, что психоанализ не панацея, и он никогда не сможет оправдать тех преувеличенных ожиданий, которые на него возлагались и возлагаются. Одним из путей расширения клинического спектра психоанализа, в частности, его применение к пациентам с тяжелыми расстройствами личности, для которых характерны эмоциональная нестабильность и незрелость, слабый самоконтроль, склонность непосредственно выражать свои чувства в поведении, вместо их осознания и вербализации, тяжелые психосоматические симптомы и поведенческие нарушения, хрупкость, поверхностность или хаотичность межличностных отношений, расплывчатость, неустойчивость или патологическая грандиозность образа себя, глубокие чувства внутренней пустоты и безнадежности, сильные деструктивные и в том числе самодеструктивные тенденции, и тому подобное, стала разработанная Кернбергом психоаналитическая экспрессивная психотерапия, позволившая за счет отклонения от некоторых параметров классической психоаналитической техники добиваться хороших результатов в лечении таких пациентов. Основными особенностями техники экспрессивной психотерапии являются, первое, акцент аналитика на интерпретациях здесь и теперь, то есть анализ взаимоотношений пациента и аналитика и тех примитивных частичных объектных отношений, которые возникают между ними в ситуации лечения и отражают «я» и объект репрезентации пациента и связывающие их аффекты. Второе. Сознательное отступление аналитикам от принципа технической нейтральности в форме расспросов, объяснений, запретов, советов, введения условий продолжения терапии, раскрытия контрпереноса и тому подобное, позволяющие обеспечить продолжение терапии и предотвратить необдуманные, вредные и опасные для себя и других поступки пациента. Переход к классической психоаналитической технике в работе с такими пациентами возможен, по мнению Кернберга, лишь на поздних этапах лечения, когда структура их личности становится преимущественно невротической. Лишь тогда терапевт может обратиться к анализу невротических и диповых конфликтов пациента и интерпретациям там и тогда, касающимся текущей жизни пациента и его прошлого, и более твердому соблюдению технической нейтральности. Важным достижением Кернберга явилось формулирование структурных особенностей пациентов с тяжелыми расстройствами личности, лежащих за видимым многообразием их симптомов. Это, по его мнению, первое, диффузная или размытая личностная идентичность. Наличие нескольких или многих никак или почти никак не связанных частичных, противоречивых образов себя. Второе. Преимущественное использование примитивных защитных механизмов в скобках защитных механизмов низкого уровня, расщепления, проективной идентификации, примитивных идеализаций и обесценивания, отрицания и тому подобное. Третье. Третье. Сохранная проверка реальности, reality testing, то есть способность отличать внутреннюю реальность, мысли, чувства, желания от внешней и реалистически оценивать мотивацию поведения как собственную, так и других людей. Первые два критерия объединяют пограничную организацию личности по Кернбергу с более тяжелыми психотическими расстройствами. Третьи. С более легкими невротическими расстройствами и нормой. На основе выделенных им структурных критериев уровня организации личности Кернберг разработал структурное диагностическое интервью. Смотрите Кернберг Severe Personality Disorders Psychotherapeutic Strategies New Haven, Yale University Press 1984 позволяющие определить структурную организацию личности пациента преимущественно невротическую, пограничную или психотическую и соответствующий ей характер психотерапевтического вмешательства. Отто Кернберг также много сделал для внедрения теории объектных отношений Мелани Клайна и других британских психоаналитиков в основанную на эго-психологии теорию и практику американского психоанализа. Им разработана современная психоаналитическая теория личности, вкратце заключающаяся в том, что я человека состоит из различных репрезентаций, образов, проявлений, себя и своих объектов, прежде всего, близких людей и связывающих их аффективных состояний. Кернберга очень интересуют вопросы патологического нарциссизма, который иногда, как мне кажется, превращается у него в отдельную структурную категорию патологии наряду с тремя упомянутыми. Его также интересуют вопросы агрессии, деструктивности и ненависти и одновременно любви и сексуальности в норме и патологии. Он также озабочен вопросами классификации психических расстройств. Книга, предлагаемая вашему вниманию, это глубокое и разностороннее клиническое и теоретическое исследование проблемы агрессии, исследование обстоятельств ее проявления при различных психических расстройствах и на различных уровнях организации личности. Кернберг пересматривает психоаналитическую теорию аффектов и теорию ненависти, как одного из них, дает свою классификацию и характеристику ряда психических расстройств с точки зрения их связи с агрессией, деструктивностью, ненавистью и тому подобное. Подробными и разнообразными клиническими примерами иллюстрирует основные принципы и методы работы с такими пациентами. Отдельно останавливается на проблеме перверсии и их связи с различными уровнями организации личности. Большое впечатление производит ясность и четкость теоретических разделов книги, а также живость и откровенность изложения клинических случаев. Эта книга об агрессии и не только о ней. Как и все книги Кернберга, она является сгустком его основных теоретических идей клинического и жизненного опыта. Одним из вариантов той книги, которую он пишет в течение всей жизни. Она дает нам прекрасное представление не только об одном из основных направлений современного психоанализа, но и о человеке, который является одним из его творцов и признанных лидеров А.Ф. Усков.